История любви Я не еду, не хочу возвращаться сегодня Что ты придумала? Я тебя не задерживаю Если ты хочешь уехать, чтобы встретиться с другой, ради Бога Я останусь здесь Одна Ты не можешь остаться здесь одна? Могу Я ведь уже совершеннолетняя Посмотрим, как ты объяснишь моей семье Что бросил меня здесь, чтобы встретиться с другой Совместное производство компаний Телесинко, Сонотекс и Телефе Продюсер Рауль Лекуна Катрин Кулоп и Карлос Мата В фильме История любви Авторы сценария Даниэль Дельбене и Альберто Баррера В фильме снимались Мабель Ландо, Генри Сакка, Мануэль Карильо, Дебора Уоррен А также Марта Альбертини Куга Кассианси Альфредо Сэмма Карлос Мэна Алехандро Гавиланес Инесс Молина Эда Бустаманте Асфальдо Саботини Оскар Боча Эухения Банель Гастон Карвалио Адриан Алькок Исабель Спаньола Ива Куцарида Режиссер-постановщик Тато Плехер Мы идем на шейпинг Желаю удачи Эухения Почему ты такая сонная? Мама вытащила меня из постели, чтобы идти на этот дурацкий шейпинг Вот ленивая Ты спала 14 часов Мама, проблемы с фигурой меня не волнуют Не надо ссориться Доченька, упражнения тебе не повредят Это полезно Кто бы говорил Тебе не преодолеть без машины и двух кварталов Оставьте меня в покое Папа, скоро и тебя потащат в спортзал Подумаешь? Берите пример с Хорхе Я думаю Согласись, Маринес Что Августе тоже не мешает размяться Это поможет сбросить пару килограммов Вот видишь Мы, кажется, опаздываем Да-да, идем Августе, пойдем вечером в кино Будет хороший фильм Нет, сегодня у меня деловой ужин Августе, вечно у тебя дела А этот ужин нельзя отменить Нет, я давно хотел Решить один вопрос И сегодня я надеюсь на успех Снова поссорились С кем? С мамой Нет Она тебе что-то сказала? Я и сам понял Вы спали в разных комнатах Мои отношения с твоей матерью Да Хуанита Сеньор Можешь идти Но ведь Спасибо Хорошо Извините В последнее время Наши отношения не ладятся Я говорю об этом Потому что ты уже мужчина А Ванесса Твоя родная мать Скажи ему, что ты его любишь Как отец Не стесняйся Ему будет приятно Очень приятно Мама Серхио Выведи машину из гаража И жди меня Я сейчас приду Давайте поговорим втроем Разве мы не одна семья? Ванесса довольна Не кричи на меня Ванесса, не испытывай мое терпение Серхио, не вмешивайся Я и не собираюсь Мне нужны ключи от машины Не торопитесь Я пока сделаю пару звонков Счастливо, мама Ты хочешь развестись? Герман, зачем же так сразу? Давай на чистоту Хочешь взять развод? Герман Давай спокойно поговорим Нет Говорить особо не о чем Просто ответь на мой вопрос Не торопись, подумай Я ушел на работу Тебе со мной не справиться И старухе Амелии тоже Так и знайте Что ты смотришь? Как дурочка Я хотела спросить Подавать ли вам завтрак? Когда понадобится, я скажу Ступай вон Я открою Сеньор Сефэнтес Добрый день Я ждала вас К вашим услугам Вы хотели заказать Портрет Вы не ошиблись Мой портрет должен затмить Эту мазню на стене Ладно Можете не сомневаться Но знаете, я беру Очень дорого Обычно я не пишу портреты Портреты на заказ С оплатой проблем не будет Мой муж готов заплатить Сколько пожелаете Хорошо, сеньора Когда? Начнем? Когда вы принесете кисти и холст Не вздумай увиливать ее, Хеня Ты должна почувствовать прилив энергии Разнять мышцы Мама, твои советы меня сбивают Я пришла в спортзал не в первый раз К несчастью Видишь, как она отвечает на мою заботу? Не ссорьтесь, пожалуйста Сейчас начнется занятие Надо же, и Хорхе здесь Он хорошо натренирован Видишь, какие мускулы? Глаз не отвести Скажи об этом папе Разве он не заглядывается на молодых? Думаешь, я не видела? А что ты видела? Стоит появиться молоденькой девушке Он съедает ее глазами А если ей лет 20, тем более Все мужчины одинаковы Приходится не замечать Ведь и нам нравятся молодые красавцы, верно? А? Идем Дай посмотреть Это такой сюрприз Вряд ли это сюрприз Ты знала, что здесь будет Хорхе Поэтому и притащила меня Чего ты взяла? Идем, пока он нас не заметил Послушай Пройди мимо него Как будто ты идешь на тренажеры Так ты привела меня наружно? А я бы могла еще спать Идем, пока он не увидел Да, не терпится начать заниматься Исабель Хорхе И ты здесь Я тебя не заметила Итак, скажи мне Какую ты хочешь стрижку? Здравствуйте Добрый день Я пришла на массаж Прошу вас Проходите, располагайтесь Спасибо У тебя волосы просто чудо А как зовут твоего поклонника? Хорхе Хорхе? Это прекрасно Одну минутку Что хотела та девушка? Она пришла на массаж Я позову массажиста Нет, нет, я сам Я сам ей займусь Все в порядке? Да Передай, пожалуйста, крем Спасибо Извини Что-то не так? Да нет Привет Что такое? Испугалась? Как настроение? Прекрасно У меня тоже Я пришла на массаж Я сделаю тебе лучший массаж Мне в этом деле нет равных Меня ни разу не массировал мужчина Перед тобой тоже не в полном смысле слова мужчина Подними руки Все будет замечательно Мне холодно Давай начнем Прекрасно Массаж Лучшее согревающее средство Ну давай Так, так Все в порядке? Да Прекрасно Приступим Расслабься, ты напряглась Я вся в твоих руках Боже Заходите на следующей неделе До свидания Барбара, мы ждали тебя пораньше Я думала, ты придешь с магией Не получилось неприятности Что-то серьезное? Нет, все наладится А где Хави? Хави делает массаж Не знаю, что на него нашло Ну ладно, нашло, так нашло Ничего страшного Если Бернардо не занят Я бы хотела привести в порядок концы И уложить волосы Чтобы хорошо выглядеть Светание с Андресом? Ты ясновидящая Что, довольна собой? Я не сделала ничего плохого Что тебе не нравится? Все уши прожужжала своим шейпингом А сама не пошла Я отвлеклась Занятие началось И я решила не вторгаться Потому что потом очень сложно войти в ритм Еще бы Ты в это время болтала с Хорхе в баре Послушай, замолчи И тебе не стыдно? Где твоя совесть? Мне нечего стыдиться Хорхе предложил выпить кофе Не могла же я его обидеть Могла бы сказать, что тебе надо на занятия Для этого и ходят в спортзал Рюхения, хватит скандалить Уже все соседи слышат И ни слова отцу У тебя с Хорхе У тебя с Хорхе Что у меня с Хорхе? Невероятно Мы говорили о тебе Мама, не надо говорить обо мне и Хорхе Хорхе, мне не нужен Вот как не нужен И стихи ты пишешь ему просто так для души Что тебе, Пеппа? Простите, я хотела спросить Обед подавать? Конечно, я проголодалась Приготовь салат, что-нибудь легкое Ну А тебе, дорогая? Я ничего не хочу Лучше пойду спать Не хватает только, чтобы ты спала весь день, как сурок Пойду приму душ Синьорита Юхения Да, Пеппа Звонил Кто звонил? Начо С которым вы вчера встречались Что? Да, я удивилась Вы, кажется, вчера были дома Слушай, Пеппа Никому Об этом не говори, ладно? Договорились? Значит, вы вчера уходили? Так мы договорились? Никому ни слова Да, будьте спокойны Какие у тебя чудесные волосы Бернардо, это тебе кажется Я не знаю, что с ними делать Это невыносимо Они все время падают на глаза У меня у самого были длинные волосы Но их пришлось срезать Я их красил, красил и испортил Представляешь? Ты осветлялся? Почему все хотят быть блондинами? Не понимаю По одной единственной причине Чтобы нравиться А чтобы быть красивым У тебя сегодня свидание Аманда сказала тебе про Андреса Ты тоже с Андресом? Что значит тоже? Этот Андрес просто ненасытен Я его боюсь Ты о чем, Бернардо? Не знаю Говорим ли мы об одном и том же человеке Но этот тип везде успевает Ты ничего не заподозрила Общаясь с ним Бернардо, опять эти истории? Давай сушить мои волосы Только не пересуши концы Давай, приступай Ну, давай, давай Привет Что ты здесь делаешь? Нет, нет, нет Я обещал компаньону не играть на скачках Я дал слово Нет, не уговаривай меня Нет Нет, 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 нет Что? Красный барон участвует в шестом забеге? Слушай Поставь-ка на него двести Двести, да Нет, больше не могу Я знаю, он не может проиграть Да, поэтому и ставлю Ладно, привет 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 Надеюсь, ты звонил не мне домой? Я говорил с другом Ты сердишься, что я звонил тебе домой? Конечно, сердюсь Как ты до этого додумался? Но ты ушла, даже не попрощавшись Не предупредила Подумаешь Ты был занят с другой Я решила не беспокоить Похоже, ты ревнуешь Ревную? С какой стати? Только этого не хватало Не злись Я хотел снова тебя увидеть Вот и все Я не думал, что ты придешь Слушай Я хотела тебе сказать Что? Я Что? Что? Говори, говори У тебя кто-то есть? Можно сказать, да Можно сказать, это как-то неопределенно Неубедительно Да или нет? У тебя есть жених? Да Его зовут Хорхе Счастливый Хорхе Барбара, прости, что не предупредил Твоя мама сказала, что ты здесь Надеюсь, я не нарушил твои планы Нет, если ты по поводу судебного иска Я возьму такси Подожди Я на машине Ты неплохо зарабатываешь Защищая бездоленных Барбара Я живу не только за счет этого Заметно Спасибо Не за что Наконец-то вы приехали Я слышал, есть новости? Да, есть И хорошие Я говорил, что адвокат Каранса очень опытный Что ж Послушаем Я был в Американ Стар Но они Что? Что такое? Я думала, ты подашь на них в суд Этого не потребуется Не понимаю Барбара, дай сказать Мы слушаем Так вот Я говорил с юристами из Американ Стар Это серьезная и солидная фирма Вы будете выгораживать этих преступников? Дай ему сказать, Феликс Спасибо, Падро Так вот Сеньорита в этом разбирается Я думаю Даже студентам юридического факультета известно Что прежде чем передавать дело в суд Надо попытаться уладить его миром Это зависит от обстоятельств Конкретного дела Логично, Барбара Все это правильно Они признали Что дом магии Пострадал по их вине Какие добренькие Дай ему сказать Извините Итак Американ Стар Обязуется восстановить строение Разрушенное в процессе сноса Соседнего дома По-моему, разумное решение Но мы договаривались о другом Не понимаю Меня это устраивает Эти типы из Американ Стар Поймут, что с нами шутки плохи И не станут портить другие дома Разве не этого ты добивалась? Нет Они найдут другой способ нас выжить Они не успокоятся Мы хотели, чтобы они вообще отказались От строительства коммерческого центра На нашей земле Барбара Дорогая Этого нельзя добиться законным путем Как будущий юрист Ты должна это знать Они имеют право Покупать дома Если люди их продают А если нужно, то и сносить их То есть Нет возможности их уличить? Нет, Феликс Нас такой договор не устроит Мы подадим иск Не забывайте про пожар Какой пожар? Пожар произошел случайно Никто не доказал обратное Потому что не проводилось расследование Но мы это обязательно должны исправить Постойте О пожаре мне не говорили Вопрос в том, на нашей ли ты стороне И готов ли ты отстаивать интересы жителей? Что ты к нему прицепилась? Нас устраивает такой договор Зачем связываться с могущественной фирмой? Объясните мне Могущественная фирма, о которой никто не слышал? Мы ждем ответа, адвокат Разумеется, я на вашей стороне Это и так ясно Просто я не знал о пожаре Я подготовил все бумаги Для получения кредитов Что такое? Я говорил с нашим юристом Мартином Каранцей Плохие новости? Барбара Это студентка юридического факультета Оказалось крепким орешком Они что, не согласились? Нет Решили подавать иск И еще найти причину пожара Что происходит? Эта девица портит все дело Придется поговорить с ней лично Не стоит этого делать Нам нельзя открывать карты Тоже верно Пусть Мартин ее соблазнит И уберет с дороги Позвони Германа, надо поговорить Я звонил, его нет в офисе Я позвоню ему домой Да, Августо Я передам Герману Его нет Что? Нет, от Андреса и Хули никаких вестей Им так хорошо, что они о нас забыли Вернутся и все расскажут Хорошо Исабель, привет Шпионишь Тебе кажется, что все за тобой шпионят Значит, есть что скрывать Амелия, мне надоело смотреть Как ты молча бродишь из угла в угол Я повешу тебе колокольчики, как прокаженный Очевидно, вдвоем нам не ужиться Одной из нас Придется уйти Только не мне Еще посмотрим Амелия Амелия У нас с тобой расшатались нервы Ишь, как заговорила Я беспокоюсь о твоем здоровье, Амелия Думаешь, мне нет дела до твоей галлюцинации? Я не сумасшедшая И ты это знаешь И она тоже Открой Да, сеньора Хуанита Хуанита не могла тебе ничего сказать Это плод твоего воображения Хватит, Ванесса Ты не убедишь меня, что я потеряла рассудок Кто там? Сеньор Сифуэнтес, художник пригласить Разумеется, не заставляй его ждать Ты заказала свой портрет Такому известному художнику Да, я уже говорила с Германом Куда ты повесишь свой портрет? Не думаешь ли ты снять портрет Анны? Проходите, сеньор Прости, Амелия Я сейчас занята Здравствуйте Добрый день Отлично выглядите Ты знаешь, кого взяли сниматься в этой рекламе? Маги, успокойся Ты не можешь сниматься во всех роликах подряд Татой, щекурица и шага не ступят, чтобы не споткнуться Ладно, маги, хватит Фей кофе Тебе, конечно, все равно У тебя свидание с Андресом И ты забыла обо всем Маги Тебе пора завести жениха Сразу перестанешь злиться Кто бы говорил? У меня было больше друзей, чем у тебя У тебя-то всего один Так что могла бы и помолчать Маги, не вмешивайся в мою жизнь А ты меня не учи Аманда рассказала мне О Мартини Каранси Перестань Он хорош с собой? Не будем о нем Он к тебе приставал? Не говори глупости, маги Он симпатичный? Или не очень? О таких женщины обычно говорят Симпатичный И богатый Все девицы просто упали Когда увидели его машину Такая шикарная иномарка Нашим соседкам не обязательно Показывать шикарную машину Уловив запах бензина Они уже умирают от любви А ты Втюрилась в Андреса У которого машина разваливается по частям Маги Когда ты поймешь Что достоинства мужчины Не определяются маркой его машины? И я иного мнения Познакомь меня С Мартином Каранси Я тебя умоляю Ну что ты наговорил Барбаре про Андреса? Твой Андрес поразил всех У него есть невеста Он ходит к тебе Да еще и Барбара в подружках Что ты ей сказал? Ничего Я человек скрытный Это я знаю Но что все-таки ты ей сказал? Ничего Я сдержался Хотя Я едва не проговорился Что у него есть невеста Но вовремя Замолчал В конце концов Андресов много Верно? Ну почему у тебя такой длинный язык? Тебя интересует? Можешь выяснить У меня не было случая тебе это продемонстрировать Бернардо, какие пошлости Веди себя прилично И держи язык за зубами Если я проговорюсь Ты об этом узнаешь В парикмахерской будет такой скандал На что ты намекаешь? Если я только заговорю Привет, Хави Здравствуйте, сеньора Бернардо вас обслужит Я пришла не стричься Просто устала и хочу сделать массаж Бернардо позовет массажистку Мне нужна не массажистка Сеньора Вам удобно? Да, а что? Мне очень тяжело так работать Я должна застыть как статуя? Извините меня Я что-то устала Последние усилия Я вас отпущу Мы закончим Хорошо Не обращайте внимания Продолжайте Благодарю Зачем ты пришла? Хочу, чтобы ты сделал мне особый массаж Я не хочу играть в эти игры Это не игры Дочь одной подруги Дочь одной подруги рассказала мне Что ты великолепно делаешь массаж Интересно, что ей так понравилось? Она Дочь твоей подруги? Мир Тесен Чем вы занимались? Сама знаешь Массаж, который умею делать только я один Не смешно Надеюсь, ценной ревности не будет У тебя есть муж Мы поссорились Ты тоже Ты уже вторая посетительница Которая поссорилась с мужем Что творится с современными мужчинами? Не устраивай комедию Ты действительно меня любишь? Да, люблю Ты же знаешь А если я разведусь? Ты на мне женишься? Ванесса сказала, что вы предсказываете судьбу Узнайте, что будет с моей дочерью Эухеней Исабель Мы не сможем сосредоточиться Я сосредоточена? Я говорю о нас с Агатой Мой компьютер не выносит нервных людей Если вы не успокоитесь, вам придется уйти А за визит платить придется? Простите, мы не должны говорить о деньгах Я обещаю впредь не мешать вам с Агатой сосредотачиваться Итак Мне кажется, Эухене Поссорится со своим другом У нее нет друга Машина ошибается Это у Хулиты есть жених Что касается Хулиты Карты говорят Что с женихом она уже поссорилась Действительно, бедная Агата все напутала Хулита поехала со своим женихом в Понте-де-Леста У них почти медовый месяц, если можно так сказать Они скоро должны пожениться Смотрите на экран Нет ли там Эухения? Сконцентрируйтесь Эухения Эухения Не та, за кого себя выдает Очень интересно Но я что-то не поняла У вашей дочери Эухения есть другое лицо Есть вещи Очень личные Которые она не показывает другим Возможно, она обманывает Вас и вашего мужа Эухения обманывает Впрочем, она такая скрытная Знаю, что она прячет свои стихи Но мы все равно тайком их читаем Вы не одобряете Мы делаем это, потому что беспокоимся за нее Скажите А не обручаться с Хорхе Или нет? Может, это непосильная задача для Мартина? Я не думал, что здесь будет Хорхе Он моя правая рука Пусть скажет, если ему не справиться с этим Пополчи, Хорхе Я не хочу, чтобы ваши разногласия Ставили наш план под угрозу Объясните Что именно я должен делать? Все просто Тебе надо соблазнить эту девушку Барбару Санчес Чтобы она превратилась в игрушку в наших руках Придется побыть не просто адвокатом Если так, я буду полезнее Хорхе это понимает Я не позволю Хорхе, помолчи Давайте решим Ты можешь ее соблазнить или нет? Конечно, Августа Что за вопрос? Дайте срок Я приручу эту куколку Мне и самому интересно Наверное, я даже Не возьму за это денег Нехорошо брать деньги за удовольствие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я надела его на первое свидание с твоим папой Мама, возьми его, когда пойдешь встречаться с Андресом Мама, ты думаешь, этот вечер будет решающим? Разве не так? Да, пожалуй Барбара! Мануэль, что ты врываешься? Прости, но там к тебе пришли Андрес? Мы же договорились встретиться в баре Это не Андрес Это кто-то с цветами Ты заказала свой портрет? Да, Сифэнтус, он начал сегодня Дело продвигается Это всего лишь набросок Ты великолепна Спасибо Замечательно Кстати, та колдунья, которой ты меня отправила, просто спятила Она сказала, что Андрес и Хулия поссорились А Эугения живет двойной жизнью Представляешь? Она часто преувеличивает Ой, мне пора Ладно Я пойду Хотя Августе на деловом ужине Его не будет дома Герман Я думала, мой муж с ним Здравствуй, Сапель Как дела? Нормально Я думала, ты встречаешься с Августа Нет, а что? Да так Просто показалось Мне пора До завтра До свидания Исабель, дорогая, я тебя провожу Портрет великолепен Спасибо, спасибо Пока, милая, до завтра Все-таки заказала портрет Просто я не хочу с тобой расставаться Послушай, Ванесса Нет Ты послушай Ты задал мне вопрос А я на него отвечаю Я не хочу разводиться, я люблю тебя Вот как? Ты можешь это доказать? Конечно Я так и сделаю Иди, я приготовлю тебе ванну А потом ты увидишь всю силу моей любви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Светы можно было не приносить Я чувствовал себя виноватым Из-за случившегося Я не оправдал твоих ожиданий Мы уже решили, как будем действовать Да, разумеется Конечно Расскажи мне подробнее о пожаре Я думаю, это можно сделать За ужином Надо было приглашать меня заранее Я уже приглашена Приглашена Конечно, конечно, понимаю Ладно Я не подумал Ну, ничего Можно встретиться завтра И все обсудить Я позвоню тебе в офис? Конечно Синьора Рад был познакомиться Я тоже Но цветы это лишнее Хотя розы Красные розы я люблю Больше всего Буду иметь в виду Я жду твоего звонка Да До завтра Счастливо Пока Мама Ой, меня, наверное, ждет Андрес Я не могу опаздывать Хулия уехала Эвгения все время спит Август на деловом ужине А я здесь Скучаю в одиночестве Пока они развлекаются Принести вам ужин? Да Буду ужинать одна Хулия Ты вернулась Что случилось? Что такое? Что случилось, доченька? Что случилось, доченька? Что случилось, доченька? Девушки отдыхают. Мне интересно, что тебе от меня надо. А ты не догадываешься? Догадываюсь. Но мне хочется узнать побольше. Побольше деталей. Например, как себя вести, когда я буду приходить в гости к Хулите. Когда Исабель будет тебя ласкать. Нет, Маринац, забудь о моей семье, не думай об этом. Разве я могу забыть? Ты женат. Ты отец моей лучшей подруги. Мне интересно, что ждет меня в будущем. Ты неотразима. Я знаю, что Андрес не пунктуален, но опаздывать на час... Барбара, подожди. Ты уверена, что вы договорились встретиться? Ведь Андрес уезжал. Да, но после разговора с тобой мне позвонил Андрес. Неужели я бы пришла сюда, не договорившись с ним? Конечно, не пришла бы. Хочешь еще выпить? Я хочу одного, чтобы Андрес скорее пришел. Пожалуйста, не волнуйся. Если он сказал, что придет, значит придет. Однажды он меня уже подвел. Ай, женщины так нетерпеливы. Не понимаю. Почему? Надо же. Кому рассказать не поверят. Так ты здесь. Мать-Мартин. Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования государственной телерадиокомпании Петербург, Пятый канал. Перевод Ольги Олейниковой. Фильм озвучивали актеры Наталья Данилова, Татьяна Иванова, Юрий Радкевич, Александр Баргман, Вадим Никитин. Фильм озвучивали актеры Наталья Данилова, Татьяна Иванов, С quickly asstick. Д Оксана Ян lerен актеры Наталья Данилова, Юрий Радкевич, Александр Баргман, Вадим Никитин Наталья Данилова, Юрий Радкевич, Александр Баррheim, Р Axisко Титьяна и противоот parachute. Субтитры создавал DimaTorzok